На минувшей неделе, ко дню Святого Николая, ученики Одесской школы номер 121 отправились через всю Украину на окраину Черновецкой области, чтобы поделиться своей добротой, вниманием и дружбой с воспитанниками дома инвалидов при Банчинском мужском монастыре, а также с сиротами Мольнинского детского дома. Несколько сотен детей-сирот в Мольнинском приюте опекают послушницы женского монастыря в честь чудотворной Баянской иконы Божьей Матери. Благодаря стараниям монастыря и неравнодушной одесситки, которая тихо, без пиара и огласки делает для этих детей все, кормит, одевает, этим детям надо только любовь и внимание окружающих. У меня большая просьба, передайте, пожалуйста, поклон и также поздравление с наступающими праздниками главному организатору этой нашей встречи, Вашему приезду благодаря Любови Ивановой Резниковой, которая не забывает нас, постоянно заботится о наших детях. Около 40 одесских школьников с 4 по 11 класс привезли детям-сиротам и инвалидам много сладких, полезных и желанных подарков. Однако самым интересным оказался способ, которым эти подарки были доставлены. Поздно вечером, после того, как все дети уснули, одесситы разделились на несколько групп и тайно пробираясь в детские комнаты, украшали их сладостями и подкладывали детишкам под подушки подарочки. Мы сюда приехали поздравить всех детей с Рождеством, наступающим Новым Годом, с Днем Святого Николая, потому что главное, чтобы они не забывали, что в мире есть куча добрых людей, которые их действительно любят, поддерживают. В мире очень много добра, веселья и радости, и это мы пришли показать. И они, в свою очередь, показали нам очень крепкую дружбу, которую могут дать дети взамен на доброту, которую мы им принесли. Поэтому всех с Новым Годом, с праздниками наступающими, с Днем Святого Николая, всех детей. Подарив множество радостных подарков, отдав частичку доброты, нежности и ласки этим детям, одесситов встретил также радушный прием со стороны местных воспитанников. Концерт, который подготовили дети, навсегда останется в душе каждого неравнодушного человека, потому что он был искренний, душевный и подготовленный с большой любовью. А монахи Банчинского мужского монастыря провели экскурсию по местным достопримечательностям, которые, конечно же, надолго запомнятся одесским школьникам. Мы счастливы, ждем вас 28 числа, когда вы будете в Одессе. Мы с удовольствием встретим вас. И дай Бог, чтобы наша дружба крепла. А Любовь Ивановна, я передам, что ее любовь, ее отношение к вам, мои дорогие, она вас очень любит. И тех, кто воспитывает по-настоящему, настоящих граждан нашей прекрасной Украины. Забота и попечительство о детях, особенно о сиротах, это одна из важнейших христианских добродетелей, являющаяся неотъемлемой составляющей жизни православной Украины. Надо отметить, что воспитанникам Мольнинского приюта Черновицкой епархии по многому могут позавидовать даже дети из нормальных семей. Настолько хорошие условия созданы для них здесь благодаря безвозмездной спонсорской помощи, которая не иссякает из года в год на протяжении вот уже целых 20 лет. Все, кто посетил детский дом, еще долго будут помнить радость и удовольствие детишек от всей встречи, от общения, от чаепития с детьми. Благодаря неравнодушию и общению с этими ангелочками из детского дома все мы стали немного счастливее. И пусть этот рождественский сюжет станет примером для многих одесситов с добрыми сердцами и открытыми душами.